Слои мышц у этих червей мы запоминать пока не будем, просто наличие кожно-мускульного мешка характерно для плоских, круглых и кольчатых червей. Допустим, берем метанифридии. Метанифридии у кольчатых червей, поэтому мы D выкидываем. Допустим, если D выкинуть, остаются вот эти два варианта ответа. В принципе, A не влияет на ответ, нам надо выбрать B или G. Способность к регенерации или хорошо выраженный половой деморфизм. Хорошо выраженный половой деморфизм – это фишка, вот прям круглых червей это фишка. Значит, насчет круглых червей это уже отпадает, потому что нас спрашивают про плоских червей. Если понятно, поставьте плюсик. Ага, не шеловец, я понял. Говоришь, понятно. Дальше идем. Только что разобрали, да, Катя Романюк. Тоже отлично. Паук. Кровеносная система. Вот если посмотреть, видите, вот под циферкой 3 вот эта вот штучка. Вот это вот сердце, это такое вот у пауков сердце трубчатое. Здесь что надо будет? Если вы понимаете, это ваша точка роста такая, давайте так. У вас будет задание, когда вы дойдете до уровня 90+, или порешаете там какое-то количество тестиков, вам будет все понятно. Я буду давать вам задание, открыть учебник, полистать, посмотреть все картинки. Потому что если вам дадут нарисованного паука, вам его дадут с учебника. Значит, если вы залезете в учебник и посмотрите, какие картинки в новом учебнике, то вы будете знать, что одну из этих картинок вам могут дать. Но когда вы этот учебник открываете с точки зрения, что вы уже эксперт, который знает на 90 плюс зоологию, то вам это все дело намного легче запоминается тогда. Понятно? То есть это уже будет такое более второстепенное, но это задание вас будет, оно вы не уйдете от него. Здесь смотрим, что здесь такого непонятного. Ну, может, непонятно, потому что много всего. Но вам не нужно много всего. Вот вы берете, допустим, усиков две пары. Усиков две пары у кого? У раков. Значит, вам надо найти рака. Кто здесь рак? Рак – это креветка. Можно сразу расписать. Креветка – это рак. Коромысло – это насекомое. А паутинный клещ – это паук. Значит, один должно быть А. Смотрим. Так. 4-5 мы выбрасываем. Дальше. Дыхание жаберное. Насекомые дышат только трахеями. Пауки и трахеями, и левищными мешками. И дыхание жаберное должно быть B только в один. Если мы посмотрим сюда, тут как бы написано во втором пункте, что коромысло дышит жабрами. Коромысло – это стрекоза, а стрекоза – это насекомое. Насекомые дышат трахеями. Значит, нам нужно вот этот пункт как раз выбросить. И вот здесь то же самое. И у нас, смотрите, пункт А и Б, за счет них мы выбираем правильный ответ. То есть этого достаточно, чтобы выбрать правильный ответ. Дальше вы можете сверяться, допустим, 4 пары ходильных ног. То есть здесь с избытком того, что вы можете использовать для выбора правильного ответа. Просто внимательно подставляете каждый пунктик. Если это понятно, поставьте плюсиков побольше. Если у кого-то начинает возникать такое прозрение, что типа «обалдеть, я могу знать только про усики и только про жабры». И этого достаточно, чтобы ответить на этот вопрос. Ну, нужно еще знать, что креветка – это рак, коромысло – это насекомое, а клещ – это паук. Но я верю, что вы с этим всем справитесь. Так, тут сравнивать не рис, а прудовик. Тут вам нужно просто знать, что не рис – это кольчатый червь, а прудовик – это моллюск. Значит, выбирайте, что вам максимально понятно. Допустим, протонифридии, кишечник, вот слепо замкнутый кишечник, В надо вообще найти и выкинуть везде. Так, вот максимально просто. Вика, пока. У нас занятие, кстати, заканчивается уже. Давайте доразбираемся завтра. Хорошо, это занятие. Сейчас вопрос доразбираю. То есть протонифридии, они тоже ни у кого не должны быть, потому что протонифридии – это у плоских червей, а у нас не рис – кольчатый червь. Значит, мы видим В, вот где находите В, выкидываете В, выкидываете, и у вас остается только один вариант ответа. То есть вам не нужно знать много, но вам нужно некоторые вещи знать хорошо. Так, давайте все остальные штуки доразбираемся завтра. Сегодня что вы делаете? Дорешивайте тест, кто не дорешал. Доучивайте завтра, доучивайте до занятия представителей, и доучивайте ту табличку, которую видео на 5 минут 40 секунд. Вы ее тоже доучиваете. Договорились? Напишите слово «договорились» и можете идти отдыхать, если вам понятно, что делать. При этом вы до занятия можете еще решить следующий вариант по первичной ротам, и мы уже начнем занятие прямо с разбора ошибок. Мы будем разбирать ошибки по первичной ротам, вот эти вот вопросики. Можем все два часа разбирать. Поэтому все, всем хорошего вечера, всем пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok